Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео мы сегодня с вами, дорогие друзья, выучим три крутейших слэповых рифа на бас-гитаре. На мой взгляд, эти рифы идеально нападают для новичков, для тех, кто хочет начать изучать слэп, кто хочет начать играть слэпом, но не знает, как с чего начать, как вообще подойти к этой проблеме, в конце концов, какой репертуар, какие упражнения играть, какую музыку и так далее. Это на самом деле не такой простой вопрос, как кажется, как может показаться. И в общем, сегодня мы такие рифы с вами и поиграем. Итак, давайте приступать, собственно. А начнем мы сегодняшнее наше путешествие в мир слэповых звуков с песни группы Jimmy Rockwai All Right. Отличный пример аккомпанемента слэпом, тем более, что многие думают, что слэп это что-то такое прям обязательно яркое, сольное, виртуозное, Маркус Миллер, Вутон, что-то такое может быть даже недосягаемое. Но на самом деле слэп отлично также себя показывает в аккомпанементах. Например, вы можете аккомпанировать подобными партиями вокалисту, и это будет очень прикольно звучать. Давайте разбираться. Значит, здесь у нас четыре аккорда, и все эти четыре аккорда, собственно, всю эту песню и длится. До, соль, ре и ля. Вот у нас четыре аккорда. Начинаем мы с первого самого захода, с первого уровня, играем просто первые ступени аккорда. Играем отрывисто слэпом большим пальцем. Вот таким вот образом. Второй шаг у нас будет это добавление октавы. Здесь у нас игра октавами, такой диско-слэп, такой диско-аккомпанирующий слэп. Вот это все от диска, вот эти вот октавы. Добавляем октавы, играем также такое стакката, отрывисто. Далее мы переносим нашу схему октавами на наши четыре аккорда. С, джи, ре и ля. Что у нас получается? Вот таким вот образом. И следующий шаг мы соединяем наши аккорды при помощи шестнадцатых нот и слайдов. Давайте посмотрим, как в медленном темпе это будет звучать. Второй сегодняшний слэповый риф это будет легендарный констап Red Hot Chili Peppers. Один, наверное, из самых переигрываемых слэповых рифов за всю историю, если не самый. Известный, легендарный. Здесь, я думаю, что спорить никто со мной не будет. Но при этом всем он несложно играется. Его под силу даже новичку освоят. Здесь нет ничего сложного. И, как я уже говорил ранее, Фли не играет каких-то сложных техничных суперпартий. Так как на сцене при его манере игры просто технические партии невозможно играть. Поэтому это, конечно же, все упрощается. И я сделал риф такой вариант, знаете, немножко упрощенный. Потому что его играют по-разному, с какими-то заполнениями, с мертвыми нотами. Здесь мы сыграем с вами такой базовый вариант без лишних технических наворотов. Потому что есть более сложный вариант. Мы сегодня такой вариант для новичка посмотрим. Значит, здесь у нас 4 аккорда. Это ми, это ре, это си и до. Итак, давайте же разберем медленный триф, как он играется. Первые два аккорда мы посмотрим сначала, потом мы соединим со вторыми двумя. Первые два аккорда играются сложнее, чем вторые. Значит, здесь у нас играет первый аккорд ми. Играем таким образом. Используем указательный палец и средний. Вот таким вот образом. Можно встретить варианты, когда играется все указательным с баррэ. Я предпочитаю вариант со средним пальцем, потому что это, на мой взгляд, более надежный вариант. Значит, первый аккорд обыграли. И аккорд ре соединили. И здесь мы играем опять октаву. Я рекомендую играть, опять же, с помощью мизинца здесь октаву и перемещать в девятую ступень. Вот таким вот образом. Есть варианты, опять же. Вот такой вариант, но здесь большой скачок, поэтому я вам рекомендую играть именно с мизинцем. И вторая часть у нас аккорд си и до. Опять же, приходим за такт к этому аккорду си через ля. Вот таким вот образом. Здесь обычные октавы играются, но ритмично, технично, с пульсацией с 16-ми нотами. Вот такой вот трифон абсолютно несложный и под силу, на мой взгляд, новичку даже. И, наконец, последний на сегодня слэповый риф. Это Майкл Джексон, песня Get On The Floor. Очень качевый, очень драйвовый, очень позитивный. Известнейший. Его тоже часто переигрывают. Но, несмотря на всю свою легендарность и крутизну, его при этом еще и просто играть. Майкл Джексон, песня Get On The Floor. Давайте посмотрим, как он играется медленно. Все начинается с слайда вниз от ноты соль. Соответственно, третий лад, четвертый струна. Ничего сложного. Потом идет тишина. Обязательно пауза. Пришли в до. Первая фраза. Еще раз. Первая фраза. Далее у нас тут хроматисты бемоль. И опять приходим в соль. Второй раз мы начинаем все так же, но концовка другая. Давайте посмотрим. И опять такой слайд. Классный риф. Он несложный, но при этом его очень приятно играть. Он очень качает и получаешь удовольствие истинное. При этом здесь все-таки основы слэпа есть. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Мы сегодня с вами выучили три классных слэповых рифа, которые однозначно будут украшением вашего репертуара бас-гитарного. Даже если вы не новичок, их всегда играть приятно. Они всегда приносят удовольствие. Они качевые. Они заставляют радоваться сердца многих людей. Ну и для новичков они отлично подойдут. Они несложные. У них порог входа довольно доступный. Но при этом здесь есть вся база слэпа. Для того, чтобы понять вообще, как это устроено, как это звучит. И при этом еще и получать удовольствие от игры. Потому что они, все эти три рифа, можно сказать, прям жемчужно. В общем, хорошее мы сегодня дело сделали. По традиции на Boosty будет нотное приложение. Заходите. Также будут там ударные минуса, которые я записывал специально для этого видео, чтобы записать эти рифы. Вы под них можете также потренироваться. Это очень классная практика. Даже записать, послушать. Сравните, что у меня звучит, что у вас звучит. Потому что именно запись дает максимальное представление о игре. Особенно если это запись только с барабанами. Все видно, слышно. Все как на ладони. Вся грязь, вся неточность. В общем, это классная тренировка для прокачивания качества игры на басу. В общем, не забывайте также про комментарии, про лайки. Это очень важно. Ваше внимание. Это лучшая поддержка. А на этом сегодня все. Любовь, доброта. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok